Добрый вечер! В эфире программа «Горячая линия» И как всегда по средам мы общаемся с муниципальной властью Очень часто в нашей студии были гости, скажем, из управления Сегодня мы поговорим о том, что происходит на земле И сегодня мы пригласили в гости Александра Березу Главу Ингульской администрации Чтобы услышать, что же было сделано Как эти все изменения, которые проводит наш мэр и депутаты Как они сказались в конкретном районе Что было сделано и на что были потрачены наши деньги Что немаловажно И вот сегодня, Александр, вам слово Вы у нас были в программе Если мне память не изменяет, где-то полгода назад Как раз как только вас назначили Вы рассказывали о своих планах Что же удалось сделать Что вы считаете своими основными победами Что стоило бы доработать, может быть Прошу вас Здравствуйте, добрый вечер всем В общем-то, подведение итогов Всегда подразумевает какую-то ответственность Соответственно, об этом всегда приходится говорить За тот период, который я находился на должности Главы администрации Ингульского района В общем-то, работали по тем позициям Которые были утверждены в начале года Это ремонт дорог, строительство детских площадок Строительство мусорных площадок Соночистка района И в целом, как бы, предупреждение стихийной торговли Ну, в общем, ряд мероприятий Которые являются повседневной деятельностью Администрации района Хорошо, ну, повседневная деятельность Это понятно Давайте, вот, хотелось бы услышать Все-таки, наверное, какие-то вещи Которых не было, они стали Ну, скажем, например Несмотря на первую бурю в сети Facebook Скажем, очистка, например Расчистка города от снега Ну, была достаточно эффективна И, собственно говоря, это признали все те Кто, ну, актуально смотрит на происходящее Бесполитическое заангараживание Как обстояли дела в вашем районе Как вы боролись, например, со снегопадом Который был не так давно Ну, вообще, в принципе, скажем так Главным критерием И, вернее, оценщиком работы Главы администрации является его руководитель В частности, это городской голова На заседании На аппаратном совещании Которое последовало после Снежной бури Городской голова Сказал о том, что все коммунальные Службы, по его мнению, справились Где-то на 4 с плюсом То есть, в любом случае, есть еще Куда дальше стремиться В принципе, по моему мнению В этом году все получилось достаточно хорошо И даже, можно сказать, лучше, чем в других городах Украины Почему? Потому что Все готовились заранее Подошли к вопросу с полной ответственностью У нас даже была такая, в общем-то, небольшая Проверочная работа Это где-то, если я не ошибаюсь В середине декабря Был небольшой снег Который проверил работу Всех коммунальных служб Администрации Как бы слаженность работы Насколько все готовы работать Скажем так, не покладая рук И, соответственно, когда уже На Рождество начался снег То, по большому счету Все к нему уже были готовы Потому что, допустим, я Как глава администрации Я получал погодную сводку Начиная с 5-го числа Чуть ли не по ежечасовое изменение погоды Поэтому, когда 6-го числа Пошел снег Где-то около 8-ми утра То есть все уже как бы были готовы И уже, в общем-то, понимали о том Что, допустим, снегоуборочная техника Должна начинать просыпать Потом, когда определенно появляется Толщина снежного покрова Идет уборка магистралей Ну, в общем-то, то есть работа пошла Ну, я думаю, что, наверное, все-таки Правильно сказать, что Лучшим оценщиком работы Главы администрации Являются те люди, которые живут В этом районе Но это мое субъективное мнение И самое главное Чтобы, несмотря на любые погодные условия У людей была возможность Передвигаться по району Сходил транспорт Был хлеб Не знаю То, что вот такие вот Те проблемные вопросы Которые обычно возникают Ну, в случае стихийных Таких вот погодных катаклизмов Как у вас было на районе в этом? Насколько мне известно В Ингульском районе В целом Все, в общем-то По всему городу Не только в Ингульском районе Пассажирские перевозки Работали в штатном режиме Люди не почувствовали Скажем, каких-то неудобств И, естественно, нужно понимать Что всецело и сразу Весь территорию всего района Почистить просто, ну, невозможно Поэтому, в любом случае Техника работала По заранее отработанному И утвержденному маршруту Где-то был, скажем так Какие-то улицы Был основной приоритет Какие-то имели второстепенное значение То есть, однозначно, допустим Я как глава администрации Подписал еще В конце лета Распоряжение С четким обозначением маршрутов Где какая техника Где какая организация Были приложены усилия И задействованы Финансовые средства Городского бюджета На компенсацию топлива Для тех организаций Которые Предоставляли свою технику Поэтому Не почувствовали проблем с хлебом Потому что В первую очередь Как только начался снег Сразу же Коммунальное предприятие Прочистило и пробило дорогу К хлебозаводу Посыпало соответствующим реагентом Поэтому В общем-то Город был с хлебом Очень хорошо Зрителям я напомню Что сейчас вы увидите телефон По которому вы можете позвонить И задать В прямом эфире Нашему гостю свои вопросы Возможно Как раз Жители Ингульского района И захотят о чем-то спросить вас А мы продолжим И вот о чем Не так давно Проезжая Скажем Проезжая По одной из главных Из основных улиц Ингульского района Я обратил внимание на то Что Собственно говоря Ну Мусора стало меньше И вокруг мусорок Он не насыпан Ну для меня Это достаточно больная проблема Я периодически Вот возле нашей студии Вижу о том Как Вот эти вот Стихийные рынки С которыми сейчас борются Оставляют после себя Просто горы И Проезжая Один раз утром Я увидел Что собственно Ну как бы урны пусты Что-то поменялось Как-то что-то не так В вашем районе происходит Или у вас перестали сорить Ну Сорить к сожалению Не перестали И по объективным причинам Потому что мусор Это продукты Жизнедеятельности Населения Единственное Что В продолжении Вот этого периода Который я находился На должности Совместно с коммунальными Предприятиями Возчиком Который победил На конкурсе Вместе с Коммунальными Предприятиями Жилищными Постоянно Как бы корректировались Графики Проводились рабочие Совещания Находились Оптимальные Варианты По Вывозу По Расстановке Контейнеровно-мусорных Площадках Скажем так Иногда Приходилось Включать Какие-то Рычаги Административного Административной Ответственности В том числе И работников К работникам ЖЭКов Ну в общем-то Работа велась И если Как бы Заметен результат То это Наверное Ну я по крайней мере Обратил внимание У нас есть первый звоночек Добрый вечер В эфире Слушаем вас Хорошо Добрый вечер Добрый вечер Здравствуйте У меня такой вопрос У нас Считайте Центр города Автовокзал Остановки Общественного транспорта Троллейбуса Что в одну сторону Что в другую Прямо стыдно За них Вы сейчас говорите Про центральный район Правильно? Ну Ингульский район Автовокзал Автовокзал Остановки Общественного транспорта В две стороны Сейчас Кучи Как лежали Так и лежат В траве Будь нужно влазить Куча чего В чем ваш вопрос Прошу прощения Я считаю Что лицо Города Автовокзал Остановки Должны быть На ближайшем состоянии Ваш вопрос понятен Спасибо большое Ваши комментарии Спасибо большое За вопрос Значит Я думаю Что речь идет О кучах Снега Который Остался После Вот тех То о чем Мы говорили Так получилось Что первостепенной Задачей Была Как бы Расчистка Соответственно Снег Приходилось Все таки Объективно Где-то Сгребать Ввиду Температурных Перепадов Получилось Так что Этот снег Как бы На сегодняшний день Он является Лед И вы все Знаете Что До сегодняшнего Дня В Николаеве Была достаточно Высокая Минусовая Температура Низкая Температура И поэтому Убрать Убрать Было Достаточно Проблематично Начиная С сегодняшнего Дня Когда Пошло Потепление Уже Поставлена Задача Коммунальным Службам В том числе Об этом Говорилось В понедельник На аппаратном Совещании О том Что Нужно И необходимо Убрать Эти Кучи Снега Не только С остановок На автовокзале Но и вообще В принципе Где они есть Потому что Вид действительно Очень Ну насколько Я помню Из опыта Прошлых лет То В принципе Когда Как раз Степлело Этот снег Выбрасывался На дороге И собственно Говоря Таким вот Образом Через Воду Ливнистоки Он Утилизировался Его не вывозили Насколько я знаю Никак нет В этом году Все по-другому Вот как бы Как по-другому Расскажите Как по-другому То есть еще Вначале Перед снегопадом Вышло распоряжение Городского головы Где прописывались Все мероприятия Связанные С уборкой С борьбой Со стихией И в том числе Было прописано О том Что весь снег Должен вывозиться В Ну В определенные места Которые были Обозначены В этом Распоряжении Поэтому На сегодняшний день Нет Практики Разбрасывания Этого льда По проезжей части Ну Вам наверное Все водители Будут очень Примного Благодарны Потому что Этот снег Который потом Комьями лежит Разбивает эти машины Постоянно Какая-то То есть Неурядица Но все-таки Вот вопрос По автовокзалу Он действительно Актуален Я насколько понимаю Сейчас автовокзал Находится в частных руках То есть Его арендуют Это не коммунальное Имущество И вместе с тем Действительно Автовокзал Находится Ну скажем В очень плачевном Состоянии Вы как глава Администрации Вы принимали Какие-то меры Для того Чтобы Ну его как-то Не знаю В чувство Что-ли привести Потому что Вот если Например Говорить о волонтерах Которые организовали На автовокзале Комнату приема Участников АТО То есть Уютненько Красиво Тепло Там Ну в общем Хорошо А весь автовокзал В целом Конечно Заслуживает Ну скажем Гораздо лучшего вида Потому что Вот Звительница Наша права О том Что это все-таки Лицо города Абсолютно Актуальная тема И справедливый вопрос По поводу автовокзала Я бы еще сюда Добавил бы И железнодорожный вокзал Он тоже Как бы Не в лучшем состоянии Но на сегодняшний день Это частная собственность Поэтому вмешиваться Допустим В деятельность Юридического лица Администрация В общем-то Не имеет такого права Хотя есть у нас Определенные Все-таки Рычаги Влияния Это Прежде всего Административная ответственность За нарушение правил Санитарного состояния Прилегающей территории Поэтому Скажем так Администрация Постоянно В общем-то Делает В этот район Мы производим рейды Говорим о том Что нужно Убирать Хотя бы После себя Потому что Если честно Говорить На некоторых Посадочных платформах Оставляет Желать лучшего Ситуация В общем-то Приведение Скажем так Облика Автовокзала В соответствующий вид Здесь все-таки Администрация Может что-то Рекомендовать И Как бы В общем-то Искать Понимание У тех людей Которые ведут Этот бизнес Все-таки О том Что мы живем В одном городе И хотим Чтобы его Внешний вид Мне кажется Тут Надо Больше Какая-то Коммерческая Заинтересованность Должна быть У самих Автовокзальщиков Хотя В принципе Они монополисты Может быть Стоило Альтернативу Открыть И тогда Быть Естественной Конкуренции Задвигалась У нас есть Звоночек Добрый вечер В эфире Слушаем вас Добрый вечер Добрый Будьте добры Скажите Кто у нас В Венгурском районе Контролирует Электромагнитную Обстановку Что вы имеете Ввиду Я не сильно Понял Что такое Электромагнитная Обстановка Но Вопрос Все-таки Был задан Я В общем-то На самом деле Где-то Понимаю О чем Идет речь Потому что По-моему Этот Как раз Жительница Она Обращалась С этим вопросом В администрацию Не один раз Электромагнитная Обстановка Это сложный вопрос Честно говоря Не готов Все-таки Обсуждать Какие службы Этим занимаются Ну От себя Могу тогда Добавить Если идет речь Например Об установках Ретрансляторов Сотовой связи Возможно О них идет речь То этим занимается Служба По частотному Надзору И Она Дает Разрешение На размещение И так далее Плюс Согласовывает С собственником Помещений Или Точнее Строений На которых Они находятся У нас Есть еще Один Звоночек Я надеюсь Может быть Это предыдущий Зритель Объяснит О чем шла речь Добрый вечер Вы в эфире Добрый вечер Добрый На прошлой неделе Очень хорошо Расшистили площадку Перед кинотеатром Юность Ну сейчас Молодежница Не важно Но почему И напротив Остановка Димашуки Останавливается Но почему-то Вот Не только На Получается Пересечения Востраева Октябрьского Южная Там где Светофоры Стоят И люди Переходят Почему-то Расшистили Такую Маленькую Дорожечку Когда Можно только Знаете Шаг за шагом Переходить Дорогу Почему Там не расшистили Расшистили Эту дорогу Почему Площадку Перед кинотеатром Расшистили А эти Где люди Ходят Где можно В любой момент Поскользнуться И полететь Под машину Никто на это Не обращает Внимание Это один вопрос И второй Вы как раз Говорили о мусоре Почему Вот этот Пересечение Космонавтов И Октябрьский Проспект Там Меч Там Торгуют Как говорится Земли И там Все время Мусор Никто За этим Не следит Есть же Какая-то Санитарная Комиссия Тут уже Не частная Тут уже Коммунальная Собственность Спасибо Спасибо большое Ваши вопросы Потом у меня Будет небольшой Комментарий К стихийным рынкам Значит По Первому Вопросу Площадка Возле юности Да Действительно Работали Да Чистили Скажем так Работы Постоянно Изо дня В день Ведутся Я обязательно Вот уже Завтра с утра Буквально Наберу Директора Предприятия Которые у нас Занимаются Этими вопросами Чистки И обращу Его внимание На этот момент То есть В ближайшие Несколько дней Все почистим Приведем Ну насколько Да Я понял А второй По второму вопросу Космонатов Богоявинский Да Там Стихийный рынок Там действительно Изо дня В день Как бы Мусора Очень много Буквально На прошлой неделе По Моему распоряжению Работники С Санитарной Инспекции Районной И С отдела Торговли Выходили На Руководство Рынка Которые Там есть Проводили Там В общем-то Работу О том Что Там Над Дорогой У них Есть Мусорный Контейнер Который Последнее Некоторое Время Он Постоянно Был Переполнен Всего Не хватало Его Не хватало Было Поставлено Условие Или Его Нужно Чаще Ввозить Или Ставить Еще В Зрительница Среди Прочего Сказала Что Это Нечастная Этот Рынок Он Сейчас В частных Руках Или Это Коммунальная Собственность Нет Там На самом Деле Богоявленский И Космонавтов Там Есть Часть Рынка Которые Частная Собственность И Непосредственно От Богоявленского От Проспекта Богоявленского В сторону Площади Победы Там Есть Небольшой Участок Где Стихийная Торговля Стихийная Торговля Да То Все Таки Это С вашей Стороны Я думаю Надо Ужесточить Наказание И Мусор Будет Убираться У нас Есть Следующий Звоночек Добрый Вечер В эфире Слушаем Вас Добрый Вечер У меня Такой Вопрос Я бы Хотел Чтобы Подсказали Кому Обратиться Кому Обратиться Мы Недавно Переехали Молодые Пенсионеры Николаев Проживаем Недалеко Вот Здесь Конечная Маршрута 43 По улице Кирова И По Кому Вопросу Обратиться Чтобы Делали Худя Один Маршрут Здесь Там Еще 82 Не Знаю Куда Ходит В город Нужно Ехать Чтобы Не Делать Круг По Улице Космонавтов Через Площадь Победы А В обратную Сторону Через Зелам Нет Ни Одного Маршрута Нам Ездить Детям Далеко И Приходится Сильно Много Терять Времени И Слышат Многие Соседи Говорят Что Очень Плохо Вот В 43 Маршрутах Стоят Вечно Ждут Пустые А В обратную Сторону Через Зелам Сюда Наверх К Зоопарку К И По Проспектур Ленина Где-то В ту сторону Хотя бы Один Какой-то Маршрут Сделали И Еще Один У меня Вопросик Проблема Получать Пенсию Мы В Акбанке Переехали С женой Получаем И Приходится Ехать Самый Ближайший Это На Площади Победы Возле Экомаркета По-моему Недалеко Там На Херсонском Шоссе А в этом Районе Нигде Нет На Космонавтов Отделение Ащетбанка Да Вы Об этом Да Да Банкомат Именно Получать Пенсию В банкомате Хотя Банкомат Хотя Б Я не Говорю Уже Что Отделение Там Открыли Где-то Поближе Спасибо Ну Сразу Я думаю Что Александр Подверить Мои слова Ащетбанк Это Приватная Структура Которая По своему Усмотрению Размещает Я думаю Что Если бы У них Было Какое-то Желание Найти Банкоматы И Кстати В Николаев Действительно Очень мало Банкоматов По сравнению С другими Городами Областного Областного Значения Ну Собственно Вам Александр Слово Значит По первому Вопросу Подготовлю Обращение На Соответствующее Управление Горисполкома О том Что Было Обращение В эфире И Озвучиваю Этот вопрос Послушаем Что Ответит Нам Горисполком Потому что Администрация У нас На сегодняшний день Полномочия Говорить О тех проблемах Которые Есть у Жителей В связи С пассажирскими Перевозками Но Так Чтобы Сказать Что Мы могли Организовать Маршрут На сегодняшний день Нет Я прошу Прочтения Перед тем Как вы Продадете Ко второму Вопросу Я хотел бы Сделать Маленькую Ремарочку Если можно Для нашего Зрителя У нас Было Несколько Программ Посвященных Транспортной Системе Николаева И сейчас Насколько Я помню Из содержания Последней Программы Сейчас Как раз Идет Обсуждается Вопрос Единой Транспортной Системы Сейчас Должна Будет Проведена Такая Глобальная Глобальная Исследование На эту тему Какие Должны быть Маршруты Как они Должны ходить Где основные Пассажиропотоки И будут Проанализированы Все маршрутки Которые были созданы Скажем так Стихийно Потому что До этого Не было Такого Единого Понимания Маршрутной Развязки Николаева То есть Маршрутки Собственно говоря Мастились Как им нравится Поэтому Вы можете На Центральном Проспекте В районе Улисы Соборной Увидеть Там Такой Толпу Маршрута Которые Пытаются Примаститься Чем затрудняют Проезд И Это все То есть Это такая Системная работа Она ведется Но бесспорно Все пожелания Жителей Учитываются Поэтому Александр Это письмо Подготовит И Всем Нашим Зрителям Хочу сказать Пожалуйста Пишите Письма Письма В мэрию Где Какие Маршруты Вам Необходимы Это все Все это Будет Учтется Когда Будет Создаваться Единая Транспортная Система Ну и Касательно Банкоматов Значит В любом Случае Этот вопрос Проговорю С руководством Ищетбанка Это государственный Банк У них сейчас Большая программа И нацеленность На то Чтобы повысить Качество Предоставляемых Услуг За тот период На который Я нахожусь На должности Совместно С руководством Областным Открыли Три отделения Да Действительно Насколько я помню В том районе О котором идет Речь К сожалению Вот так Вообще Очень близко Нет ни отделения Ни банкомата Но все-таки Ближайшая Из тех Которых были названы Есть еще одно Это По улице Космонавтов Между Улицей Электронной И Нагорной Оно открылось Буквально В начале зимы Там было Это новое отделение Новая концепция То есть подход Банкоматы Система обслуживания Это будет поближе Чем те Которые были названы Ну вот Видите У вас собственно Решение пока Какое-то есть И собственно И будет Продолжение У нас осталось Буквально Две минуты Насколько я понимаю Программы Давайте Да Давайте Вот Финально Вот Как бы Что бы вы хотели Сказать Давайте я вам Дам две минуты Чтобы обратиться К жителям Своего района Что вы считаете Как вам Жители могут помочь Или Ну что вы хотите Сказать Вот у вас есть Две минуты Прошу вас Спасибо большое Я вот хотел бы Сказать Следующее Что в принципе Район Ингульский Он очень перспективный И очень красивый Какое-то время Возможно К нему не было Должного Внимания И должного Отношения И прежде всего Как это не печально Со стороны Прежде всего Самих Жителей Района Сегодня Та команда Которая Пришла К власти В общем-то Есть и желание И нацеленность И силы Для того Чтобы все-таки Менять Нашу жизнь К лучшему Есть ряд Проектов По благоустройствам Это прежде всего Парковые Зоны Для того Чтобы Жители района Имели возможность Отдыхать Гулять И в общем-то Проводить с пользой Для себя Досух От жителей В этом плане Хотелось бы То чтобы Они Относились К этому С пониманием И Скажем так Не пробовали Не испытывали На удар Прочность Те элементы Которые Поставлены И сделаны И в какой-то Степени Хотелось бы Чтобы Ну вот знаете Повышалось Сознание Общества О том Что все мы Одна Целая Большая Семья Под названием Город Николаев И вот Как свидетельствует Последний Звонок Все-таки Приятно Что люди Переезжают Жить В Николаев И особенно В Ангульский район Вам это Наверное Вдвойне Приятно Что ж Спасибо Александр За то Что были С нами Спасибо Нашим Зрителям За то Что смотрели Участвовали В нашей Дискуссии Я напоминаю Что каждую среду Мы встречаемся С вами Разговариваем С муниципальной Властью С представителями Муниципальной Власти О том Что нас волнует Не переключайтесь Субтитры